Позор то, что каждый год в августе, в сентябре по всей России прокатывается волна. Во-первых, повышение цен на бензин, во-вторых, его дефицита. Могу сказать, что у нас в Сибири, где, собственно, в общем и добывают большую часть российской нефти, цены растут регулярно на рубль на два. И у нас регулярно возникают демонстрации и акции протеста против очередного повышения цен. И это происходит от того, каким образом выстроена наша экономика. Мы когда брали на себя обязательства ПВТО, мы приняли решение полностью выровнять внутренние и внешние цены на энергоносители. И вот прямой результат, что сейчас гораздо интереснее ввести эти нефтепродукты за рубеж. Кроме того, еще есть фактор урожаи, посевная, потребности сельского хозяйства, которые обычно как раз обостряются в август и сентябрь, когда надо убирать урожай. И результат этого то, что на наши бензоколонки нефтепродукты не поступают. Я считаю, что необходимо развязать внутренние и внешние цены на энергоносители. Тогда и сельское хозяйство будет себя чувствовать совершенно по-другому. Ну и наши, собственно, автомобилисты должны получать бензин совершенно по другой цене. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!